МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей. В студии Игорь Белышев. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Куда утекали наши деньги? Результаты аудита КП «Водоканал». Рынок против автостоянки. Мелитопольское противостояние под патронатом городских властей. Победа к праздникам. Мелитопольская скала – обладатель Кубка Украины по флорболу. Безвыходных ситуаций не бывает. Просто добавь воды. Ограбление по-запорожски. И сегодня утром был ограблен ювелирный магазин, который располагается в торговом центре на улице Бородинской. При этом преступники ранили прохожего, который пытался их задержать. Затем они скрылись на автомобиле. По данным полиции, в ювелирном отделе не было охраны. Кроме того, владельцы не оборудовали свою торговую точку тревожной кнопкой вызова правоохранителей. Для поимки злоумышленников в Запорожской области ввели оперативный план под названием «Фирена». Запорожский областной военный комиссариат подвел итоги четвертой, пятой и шестой волн мобилизации. Всего за этот период районные военкоматы призвали более пяти тысяч военнообязанных. Также возобновили призыв на срочную службу. Почти полторы тысячи призывников пополнили ряды вооруженных сил Украины. На службу по контракту в Запорожье на протяжении 2015 года набрали более 500 человек. Время проведения трех чех-мобилизаций в поточном уроке мы призвали на военную службу до Збройных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Державной прикордонной службы, более 5 тысяч военнообязанных. Это солдаты, сержанты, офицеры запаса. Можно констатовать, что в целом мобилизация на территории Запорожьей области проводилась залагодженно, организованно, качественно. И мы выполнили все поставленные задания. Повышения тарифов на воду в Запорожье не будет. Об этом заявил городской голова Владимир Буряк. КП «Водоканал» может работать без убытков и дотаций. Сегодня специалисты международной аудиторской компании представили результаты проверки предприятия. По предварительным подсчетам, ущерб от махинации и неэффективной работы порядка 270 миллионов гривен. Действия менеджмента «Водоканала» каждому запорожцу обошлись не менее чем в 350 гривен. Подробнее в материале Ирины Погорянной. Три недели проверки «Водоканал» и результат налицо. Анализируя работу КП за три года, с 2013 по 2015, аудиторы вскрыли бесконечные теневые схемы и неэффективный менеджмент. Неоправданные убытки – 270 миллионов гривен. Я бы разделил их на две части, на два направления. Первое – это неэффективное, я бы сказал, руководство, менеджмента данного предприятия. Это порядка 190 миллионов гривен. И пока назову сомнительные схемы, назову пока сомнительные, то уже скажут органы, насколько они коррупционные или воровские. Порядка 80-82 миллионов гривен. Комплексная диагностика КП выявила, руководство предприятия работало только в личных интересах. В течение многих лет на «Водоканале» разрабатывали проектную документацию. И занималась этим нужная фирма. За последние несколько лет лоббировались интересы такой компании, как «Медосбуд», которая в 8-10 раз превышает стоимость проекта, рыночную стоимость. В течение трех лет на «Водоканале» успешно работало более десятка убыточных схем. Подрядчики бесконтрольно и преднамеренно завышали стоимость выполненных работ, а оборудование ремонтировалось через фирмы-посредники. Еще одним интересным фактом был за закупка в 2013 году предприятия труб, которые оказались ненадлежащего качества, они были в употреблении, они были настолько плохого качества, что сотрудникам предприятия приходилось наиболее, скажем так, плохие трубы, наиболее подвержены разрушению, нарезать из них заплатки и ставить их на трубы, которые были немножко получше качества, для того, чтобы их можно было использовать. Ущерб от этой махинации – 3 миллиона гривен. Еще одно ноу-хау от «Запорожского водоканала» – закупка топлива, которое после проведения тендера резко дорожало на 10%. Компания, торговый дом СКФ, с которой был заключен договор по результатам тендера, в договоре была прописана возможность без каких бы то ни было объяснений, обоснований повысить цену в любой момент на 10%. А еще контрафактные закупки оборудования, торговля, соевым маслом и углем, который застрял в зоне АТО, дебюторская задолженность от населения Запорожья в размере более 100 миллионов гривен из-за облачных показателей потери воды. Это говорит сегодня о том, что насколько неэффективно, насколько бесхозяйственно, а возможно где-то и с личной корыстью, будем так говорить, велась работа на данном предприятии. Вот только думайте, один момент. Потери, они там больше 40%. Это же не просто потери, что где-то из-за прокладки водовода 60-х или 70-х годов, это значит, там где-то проходили с трубой, мы не смогли поменять эти трубни. Еще в большей степени, я считаю, это несанкционированные врезки, которые просто закрывались в глаза. Все материалы аудита в ближайшее время передадут в правоохранительные органы. Тем временем часть депутатов Горсовета потребовали от мэра решительных действий. Наша фракция, Владимир Викторович, настоятельно требует четких и конкретных решений по данному предприятию. Мы настаиваем о увольнении руководителя Горводоканала. Кадровые решения в будущем, а пока Владимир Буряк подчеркнул, многомиллионные убытки Водоканала не должны отразиться на кошельках запорожцев. На сегодняшний день я даю распоряжение о том, чтобы отозвать повышение тарифов с 1 января 2016 года для населения, для жителей города Запорожья. По-другому я не вижу. Почему я так говорю? Потому что тот результат, который сегодня есть, мы говорим спокойно, что мы можем работать на тех тарифах, которые были в 2015 году. В начале 2016 года аудиторы представят результаты проверки предприятий основания, концерна городские тепловые сети и управления капитального строительства. Ирина Погоренная, Юрий Васильченко, Дарья Зырянова, ТВ5. Пример для запорожского бизнеса. Сегодня в областном центре появился еще один обновленный трамвайный вагон. Он будет обслуживать один из маршрутов, которые направляются в Шевченковский район города. На презентации побывала и наша съемочная группа. 750 тысяч гривен, месяц работы сотрудников Запорожья электротранса и новый вагон готов. Травай был полностью продефектован, расшит до хребтовой балки, проведена ремонт колесных пар, электроники. И собран у нас в вагоноремонтных мастерских на Запорожье электротранса. Это 25-й вагон. Его удалось обновить благодаря сотрудничеству предприятия с заводом «Моторсич». Программа поддержки Запорожья электротранса существует 4 года. За это время на реконструкцию подвижного состава вложено порядка 8 миллионов гривен. Инфраструктура для города, для людей на первом месте. Все остальное – заводы, фабрики, фирмы, банки – это вторичное. Сначала надо люди приехать, чтобы были хорошие дороги, хорошие трамвайные пути. Новый вагон специально презентовали под Новый год. Такая модернизация уже приносит значительный экономический эффект. Реконструированный трамвай ничем не уступает новому, который стоит более чем в 10 раз больше. Со своей стороны говорю о том, что в бюджете 2016 года заложено уже 50 миллионов для «Запорожья электротранса». И буду всячески поддерживать это предприятие. Имеется в виду финансовую сторону этого предприятия, развитие предприятия, как троллейбусов, так и трамваев. Ну и буду рекламировать, как пример, мотор «Сичи» для другого бизнеса, как говорится, других направлений бизнеса города «Запорожья», чтобы тоже участвовали в таком добром, в моем понимании, соглашении между бизнесом и городской властью. Ирина Погоренная, Юрий Васильченко, ТВ5. В Мелитополе появился свой Бермудский треугольник. В нем рынок, автостоянка и мэрия. Рынок, входящий в эту аномальную зону, может остаться без коммуникаций. Частные предприниматели утверждают, из-за спора вокруг аренды земельного участка они лишаются средств к существованию. Проблему изучал Артем Довжик. Десять лет назад Ирина Кизенкевич открыла строительный магазин на территории одного из рынков Мелитополя. Много здесь не заработаешь, однако и скромной прибыли предпринимательница может вскоре лишиться. Городские власти сдали в аренду прилегающую к рынку автостоянку. И вместе с ней все коммуникации. Линии электропередач, туалет, водопровод и сторожку для охранников. Без тендера, без всех согласований приходит другой человек и хочет завоевать эту территорию. Мы считаем, что это вообще рейдерский захват. И с нами, как с громадой, никто не хочет считаться. Предприниматели утверждают, новый арендатор участка ЧП Ренрос сразу же заявил, коммуникации для рынка предоставлять не намерен. И пообещал отгородить автостоянку высоким забором. Если заберут эту сторону, то у нас не останется ничего. Просто голая земля и больше ничего. Охраны не будет. И мы сами постепенно просто уйдем. То есть света нет, воды нет. Я вдова, поэтому только вся надежда на меня. И я остаюсь просто без средств существования. В мэрии пояснили договор с компанией Мелитопольский рынок, которая арендовала участок для торговли и автопарковку, был расторгнут еще в 2013 году. И власть действовала в рамках закона, сдавая в аренду коммунальное имущество. Кроме ЧП Ренрос, утверждают чиновники, других претендентов на аренду участка просто не было. Директор компании Мелитопольский рынок говорит, решение о расторжении договора аренды было оспорено и отменено в суде. После в Горсовет поступали обращения с просьбой рассмотреть этот вопрос повторно и заключить новый договор аренды. Мэрия молчала больше года. Рынок и стоянка продолжали свою работу. Но две недели назад все резко изменилось. Захватили охранку, охранную будку, в которую повесили свой замок и не пускали наших охранников. Мы освободили эту охранную будку и продолжаем дальше работать. Арендная плата в течение двух лет в городской бюджет поступает постоянно. Ежемесячно. Сейчас и рынок, и стоянка работают в прежнем режиме. Но предприниматели побаиваются, что это затишье перед бурей. Требует от властей разобраться в ситуации. Дмитрий Злачевский, Артем Довжик, Мелитополь, ТВ5. Полиция во всеоружии. Как сделать так, чтобы елка стояла до 8 марта и футбольное многоголосье. Это и многое другое далее в нашем выпуске. Не переключайтесь. Снег к Новому году и теплая зима. О прогнозе запорожских синоптиках. Вопрос веры, духовности и ценностей. В церкви на Хортице осветили древний коностас. Звание мастеров в Кубок Украины. Флорболисты Мелитопольской скалы сделали себе новогодний подарок. Захочешь пить и не такое придумаешь. Или пример кошачьей смекалки. Национальная полиция к праздникам готова. Правоохранители обещают, будут делать все возможное, чтобы для запорожцев и жителей области Новый год был безопасным. Охранять общественный порядок в Запорожье во время праздничных мероприятий будет более 2000 работников полиции. Помощь в патрулировании города им окажут около 200 военнослужащих Национальной гвардии. От плюс 10 до минус 10 всего за два дня. Непривычно теплый декабрь все-таки напомнил о том, что на дворе зима. А в Запорожье стремительно похолодало. Чем может быть опасен такой резкий перепад температур и какая погода ждет нас в канун Нового года, узнавала Оксана Заводовская. Запорожье долго ждало зимы и наконец она наступила. Сегодня термометры зафиксировали долгожданную для горожан минусовую температуру. Днем было до минус 5, к вечеру термометры показали минус 7. Похолодание уже произошло. Мы ожидаем 31 декабря и начало января морозным. Температура воздуха в ночные часы будет у нас опускаться до 10-16 градусов мороза, а в дневные часы будет составлять где-то 5-10 градусов мороза с минусом. Возможен слабый снег. Но вот на протяжении всего декабря держалась аномально теплая температура. Показатель на термометре достигал до плюс 10 градусов Цельсия. Это, конечно, был аномально теплый декабрь. Такой декабрь, этот декабрь можно сравнить с декабрем 2011 года. Тоже в это время была такая же теплая погода. Такая погода была характерна больше для октября-ноября, говорят метеорологи. А вот в Запорожском ботаническом саду такая температура воздуха сказалась на многих растениях. Зимы пока еще не было. Всю дорогу только тепло, тепло, тепло и даже ночами тепло. Было даже такое, что и днем, и ночью одинаковая температура. Конечно, на растениях это сказывается не совсем благоприятно, потому что зимой растения идут в спячку. Они должны отдыхать, они должны набираться сил к весне. Здесь уже успели появиться почки на деревьях. Теперь, говорит директор сада, с наступлением холодов это может привести к перемерзанию растения. Весной может, допустим, даже магнолия не растясти. Если, особенно вот, если сейчас почечки начинают раскрываться, а тут обещают минус 20, да, вот, естественно, замерзнут и может магнолия не растясти. Синоптики прогнозируют, что мороз будет держаться до Рождества. Но зима в Запорожье ненадолго. После рождественских праздников в городе снова будет потепление. Оксана Заводовская, Константин Пороскевич, ТВ5. Без салата оливье не обходится практически ни один новогодний стол. И хотя готовить его можно по-разному, основные ингредиенты остаются неизменными. Некоторые специалисты считают, что благодаря так называемому индексу оливье можно достаточно точно определить уровень инфляции в стране. Екатерина Свириденко решила проверить, во сколько запорожцам обойдется салат в этом году. Перед Новым годом люди делятся на две категории. На тех, кто решает, где встретить праздник. И на тех, кто считает, во сколько обойдется в этом году новогодний стол. Мы решили проверить, сколько в этом году стоят самые популярные новогодние блюда – салат оливье. Берем традиционный рецепт. Колбаса вареная, картофель, морковь, консервированные огурцы и горошек, куриные яйца, майонез. Идем на ближайший рынок. Покупаем сезонные овощи, картофель и морковь. Цены в этом году кусаются, говорит Татьяна. Десять лет работы на рынке, а чтобы стоимость овощей была настолько высокой, не помнит. Один раз они поднялись сильно, и потом остановились. Все стабильно, стабильно. Что капуста, что лук, чуть-чуть даже нет снижения на капусты. Овощи, вот эти все, основной борщевой намок подорожал очень сильно. Дальше покупаем маринованные огурцы. Идем за майонезом и горошком. А колбасу покупаем высшего качества. На ней никогда не советуют экономить. Майонез берем с низким процентом жирности. Дешевле и для здоровья полезней. Остаются яйца. Спасибо. Пожалуйста. Вернувшись с рынка, мы подсчитали, во сколько нам обошлись наши покупки. Итак, пачка майонеза стоит 5 гривен. Банка горошка 13 гривен. За 4 яйца мы отдали 8 гривен. Картофель нам обошелся в 3 гривны 30 копеек. Одна морковь стоит гривну 95. 215 грамм колбасы почти 17 гривен. И маринованные огурцы мы купили за 7 гривен. Итого наши покупки составили 55 гривен и 5 копеек. В прошлом году во время подобного эксперимента телеканал ТВ-5 приготовил оливье в два раза дешевле. За 24 гривны и 60 копеек. Кроме общего подорожания цен на продукты в этом году, осенние овощи удивили своей дороговизной по всей Украине. Картошка, примерно цена на уровне прошлого года, примерно, да, там, ну, какая-то гривня, это относительно несущественно. Ну, а вот капуста, лук, морковь, свекла, это в разы дороже. По данным Главного управления статистики в Запорожской области, за год продукты подорожали практически на 37%. На рынке говорят, в этом году как никогда дорогие несезонные огурцы, помидоры и болгарский перец. Скоро будет елка, а у многих уже есть. Чем ближе новогодние праздники, тем больше хвойных деревьев появляется в домах запорожцев. Как сделать так, чтобы елка не желтела и осыпалась, а оставалась свежей и красивой, до конца праздников знает Евгения Маловик. У студента Максима в период новогодних праздников в комнате всегда стоит настоящая сосна. В этом году еще не успел ее приобрести, но новогоднее настроение уже есть. Его создает вот такая небольшая елка. Каждый год мы покупаем живую елку, потому что мы хотим, чтобы она радовала наши глаза и не представляем этот праздник без этого дерева. К сожалению, по традиции долго она у нас не стоит и уже через пару недель начинает осыпаться. За елкой нужен соответствующий уход, объясняют специалисты. Антон не первый год торгует хвойными. Знает не понаслышке, как сохранить товар свежим. В его доме в прошлом году новогодняя красавица простояла без малого месяц. Лучше всего, конечно, ставить елочку в ведерко, ведерко с песком, то есть засыпать его песком, там распереть чем-нибудь кирпичиками, там, и лучше всего полить водичкой тепленькой. А чтобы она больше распушилась в помещении, лучше ее, если возможность есть, помыть ее в ванной комнатной температурой водой. Тогда она распушает иголки и очень красиво становится. Юрий тоже торгует елками. У него свои секреты сохранения новогоднего дерева. Елку можно поставить еще в горячую воду, добавить ацетиловую кислоту, ну и будет она тоже долго стоять. Также имеет значение, какой разновидности хвойного отдается предпочтение. Так еле имеет свойство быстро осыпаться. Сосны тоже бывают разные. Два основных сорта – простячка и крымская. Вторая, утверждают специалисты, остается свежей намного дольше. Есть еще несколько нехитрых советов. Чтобы елка радовала глаз как можно дольше, нужно для начала адаптировать ее к температурному режиму комнаты. Для этого нужно срезать у ствола 2-3 сантиметра и поставить дерево в ведро с водой. Лучше всего оставить елку на несколько дней на балконе или во дворе, то есть на свежем воздухе. После этого, когда она расправит ветви и наберется сил, можно заносить в комнату. В комнате для елки нужно выбрать подходящее место. Ей нужны вода, свет и воздух. Поэтому лучше ставить хвойное дерево возле окна. А чтобы оно получало влагу, стоит раз в несколько дней брызгать ветви водой. Максим пока что наряжает маленькую елку, но игрушки приготовил и для большой. Ее он собирается купить со дня на день. Он уже запасся советами специалистов. Хочет, чтобы в этом году новогоднее дерево в его семье простояло как можно дольше. В нашей семье елка является главным атрибутом Нового года и без нее мы не представляем наш праздник. Елка создает нам новогоднее настроение и хотелось бы, чтобы она простояла до конца новогодних праздников. Евгения Али, Евгения Маловик, Дарья Зырянова, Константин Грушко, ТВ5 Лучше всяких лекарств. Волонтеры организовали новогодний утренник в детской областной больнице. В программе были клоуны, герои мультфильмов, конкурсы и подарки. Хороводы вместе с Дедом Морозом водил и Станислав Пичурин. Второклассница Настя Богатырева находится на лечении в одном из отделений областной детской больницы уже пять дней. Девочка проходит процедуры, которые совсем не прибавляют ей новогоднего настроения. Когда узнала, что приезжают волонтеры, очень обрадовалась. Я думаю, что придут и Снегурочка, Дед Мороз, казаки. Они будут нас смешить, выступать. В конце нам подарят, конечно же, подарки. Детвора с нетерпением ждет сказочных персонажей. Новый год для маленьких пациентов организовала волонтерская группа «Энджелс». Активисты проведут мероприятия в девяти отделениях медучреждения. Это первый мой утренник именно в больнице в качестве Снегурочки. Мне ужасно очень нравится. Это заряд таких положительных эмоций и впечатлений. Мне кажется, не только дети получают удовольствие от нашего общения, но и мы тоже. В основном активисты посещают интернаты и приюты. В областной детской больнице выступают уже третий год подряд. Оно само собой к нам пришло, потому что в свое время мы когда-то посетили интернат, и оно осталось в нас. И мы решили помогать детям, подарить им какую-то сказку, возможность поверить в хорошее, в лучшее будущее. Ну, как бы для нас это тоже жизнь, потому что этим мы живем. Волонтеры объединились с больничной клоунадой с механосой. Дети веселились от души. По традиции Дед Мороз выслушал все новогодние стихи. Дальше конкурсы и хоровоз с персонажами из мультфильмов. Я видела, что коровка приходила, свинка, приходил Дед Мороз, снежная королева, снегурочка. Мы приходили через снежные ворота, мы пели песенку про елочку, мы ходили в хоровод. Мне это так понравилось, я этого Нового года никогда не забуду. Вот мне еще Дед Мороз дал подарок. Скоро Настю выпишут, и Новый год она встретит в семейном кругу. А подобные праздники не только повышают детям настроение, но и благотворно действуют на самочувствие ребят. Очень позитивно влияют на скорейшее выздоровление детей. Для детей это очень всегда ожидаемый праздник. Праздники прошли очень активно, интересно, содержательно. Детям очень понравилось. Спасибо большое. Поздравили малышей с новогодними праздниками и чиновники. Областную детскую больницу посетил первый зампредседателя Запорожского облсовета. Мы как представители власти решили обязательно поздравить деток, приехать, вручить им сладкие подарки. Станислав Печурин, Игорь Бахеркин, ТВ5. Подарить тепло. Запорожские активисты из общественной организации «Твори добро, Украина» в очередной раз собирают одежду для малоимущих, многодетных семей и пенсионеров. Принести вещи в пункт сбора может каждый желающий. Как проходит акция, узнавали наши корреспонденты. Артем – переселенец из Донецка. Работает в волонтерском объединении «Твори добро, Украина» больше месяца. Говорит, в свое время запорожские волонтеры предоставляли ему жилье и помогали благоустроиться в чужом для него городе. После этого Артем сам решил помогать нуждающимся в помощи. Мы приехали, у нас там было с собой тоже минимум вещей каких-то. Ну, тоже что-то получали, начиная от постельного белья, что-то тоже выдавали в Красном Кресте. Сейчас у нас вроде бы все есть, так сказать, ну и теперь пришла очередь помогать мне уже. Принцип благотворительной организации «Твори добро, Украина» волонтер Анастасия позаимствовала у англичан. Там такая система работает уже 70 лет. Около 90% собранных вещей волонтеры сортируют и раздают по благотворительным организациям Запорожской области и города. Остальные 10% продают. На вырученные деньги волонтеры помогают детям из группы социального риска. Последняя их покупка – инвалидная коляска для ребенка. Меня больше привлекает деятельность работы с детьми, и я планирую развиваться именно в этом направлении. За два часа волонтеры собрали около 100 пакетов с вещами. Здесь детские вещи, игрушки и верхняя одежда для взрослых. Через несколько дней все это отдадут малоимущим жителям Запорожской области и переселенцам из оккупированных территорий. Подходит, спрашивает, сколько вы еще стоять будете. Мы говорим, до скольки времени, и потом через полчаса многие подходят и приносят нам вещи. Принести в пункт сбора вещи может каждый желающий горожанин. За благовременно волонтеры распространяют информацию о сборе в соцсетях и развешивают объявления в подъездах. Об этой акции я узнала, висело объявление у нас на подъезде. И знаю о том, что дети нуждаются в помощи. У меня у самой двое детей, я всегда оставляю от своих детей то, что могу передать в хорошем состоянии, почему бы и не помочь. Теперь подобные мероприятия в Запорожье будут проводиться несколько раз в месяц. В следующий раз собирать вещи волонтеры планируют уже после новогодних праздников. Запорожье сакральное. Старинные иконы пополнили иконостас церкви Покровы Пресвятой Богородицы. На территории комплекса Запорожская сечь прошел чин освящения иконостаса. Богослужение в храме на острове Хортица совершил патриарх Киевский и всея Руси Украины Филарет. Этот иконостас сделали в начале 18 века мастера Работицкой школы иконописания. До 2001 года он был частью утворить церкви Пресвятой Богородицы, которая находится в одном из закарпатских сел. Вскоре старинные иконы выкупили для частной коллекции. Но украинские меценаты вновь перекупили святыни у собственника и передали их в Запорожье. С одной из своих поездок по областям привезли идею установить древний мазепинского часа иконостас у найважливейшем сакральном месте Украины, тут на Хортице, в Казахской відновленной церкви. Я попросил святейшего патриарха Филарета, чтобы он особо благословил это действие. И думаю, что это черговое подтверждение того, что украинская хвиля давно произошла в береге Днепра. Иконостас создан в период казачества, хотя в Казахской церкви он никогда не был. Эти рисованные украинские православные иконы написаны в народном стиле, создавали их в разных уголках Украины. Одну из самых больших, а именно икону святого Николая уже полностью обновили, остальные будут реставрировать поочередно. И в Казахской церкви были завжди очень пышные, очень отборочные планы иконостасы. На жаль, втрачено надзвучайно багатость этой истории. И каждый оригинал, который потрапляет в музей, это коштевная вещь. И мы шукаем по одному, по окремому экспонату, чтобы как-то пополнивать. Эти иконы – одни из самых старинных в Запорожье. По их стилю будут полностью возобновлены все элементы деревянной резьбы в храме. А именно, резные полочки для икон и общее обрамление для иконостаса. Также образы будут дополнять элементами декора. Все вещи, которые должны быть присутствовать в классическом иконостасе – это и дьяконовские врата, и царские врата. И иконостас в ближайшие полтора уже будет в полном выгляде, созданный в нашем храме. Старинный иконостас Сечевая церковь получила еще в 2012 году. Но со сменой власти его было изъято. Иконостас передается музейному фонду в подарок. На данный момент в храме уже вмонтированы все иконы. Процессия их освещения длилась порядка двух часов. Теперь запорожские священнослужители ждут обещанной реставрации и декор святынь. Кристина Залевская, Дмитрий Сахно, ТВ5. Споемте, друзья! У клуба немецкой Бундеслеги Унион есть замечательная традиция. За день до Рождества на стадионе собираются фанаты, приглашается хор, и они все вместе поют гимн клуба. С каждым годом желающих очутиться в этой потрясающей атмосфере становилось все больше, поэтому клуб сделал вход платным. И тем не менее, людей меньше не стало. В этом году был установлен новый рекорд. Гимн клуба вместе пели сразу 28 тысяч человек. Верим, что и армия поклонников Елены Назаренко будет со временем расти в геометрической прогрессии. Новости спорта далее. У Запорежжі розіграли медалі 20-го турніру Леоніда Жабутинського, як мелітопольцы выиграли Кубок Украины с флорболу и чем занимался Армен Варданян в Карпатах. Ви дивитесь новини спорту. Мои вітання. Збірна України с гандболу, половину якої складають гравці запорізьких клубів, провела півфінальну зустріч Різдвяного кубка. Його у польському Вроцлаві розіграють збірні чотирьох країн. За право потрапити до фіналу, українці сперечалися з господарями турніру збірної Польщі. На жаль, на рівних протистояти бронзовому призеру чемпіонату світу наші хлопці не змогли, поступившись 19-29. Найрезультативнішим у складі українців став розігруючий запорізького ЗТРа Олександр Тільте. На його рахунку чотири м'ячі. По три закинули моторівці Станіслав Жуков і Захар Денисов. В іншому матчі Різдвяного кубка збірна Чехії обійшла Іран 38-32, тож тепер кубок розіграють поляки і чехи, а українці сьогодні сперечатимуться за третє місце з іранцями. Вже 20 років у Запоріжжі проводять змагання з важкої атлетики на честь титулованого земляка, дворазового чемпіона Олімпійських ігор Леоніда Жаботинського. Хто і як змагався за медалі ювілейного турніру, бачили наші кореспонденти. Обласний турнір на призи дворазового олімпійського чемпіона Леоніда Жаботинського традиційно збирає любителів важкої атлетики. Цього року змагання ювілейні, 20-ті. За словами організаторів, кількість учасників більше, ніж минулого року. В перший день проведення турніру запорізький спортсмен Іван Кириченко встановив новий рекорд України серед юніорів. Для дітей це колосальний опит, для тренувань колосальний опит. Чому? Тому що вони на цих сорівнованнях познають своїх нових молодих учених. Тобто вони вчитися на цих сорівнованнях, знаходити спільний язик в сорівновательній діяльності. Змагалися на турнірі і дівчата. Запоріжанка Анна Панова стала абсолютною чемпіонкою турніру серед дівчат по міжнародній системі Сінклера. Із рук сина Леоніда Жабутинського Руслана дівчина разом зі своїми тренерами отримала нагороду та грошову премію. Приїхати на турнір легенда важкої атлетики особисто не зміг. Вперше в історії проведення змагань разом із переможцями нагороджували і їхніх наставників. Дівчина виступає у ваговій категорії до 69 кілограмів серед спортсменів 1998 року народження. Для перемоги Анна інтенсивно тренувалася майже три місяці. Спортсменка лише нещодавно залікувала серйозну травму, через яку не виступала цілий рік. Окрім місцевих спортсменів, на турнір приїхали важкоатлети з Дніпропетровської області. Також беруть участь у змаганнях зовсім юні спортсмени. Для взрослих, це відбор іде на чемпіонат України середі юніорів. Фестиваль важкої атлетики тривав три дні. На переможців чекає етап підготовки до чемпіонату України. Готуватися до нього сумлінно буде і Анна. Оксана Якименко, Олег Мовченюк, ТВ5. А запорізькі дзюдоїсти навіть напередодні свят продовжують кувати медалі. На всеукраїнському турнірі пам'яті «Малинко» у Харкові нашим майстрам та тамі вдалося взяти 9 нагород. Переможцями стали Марія Скора, Семен Ракита і Богдан Зусько. Срібло виборала Валерія Черненко, а бронзою нагороди привезли додому Анастасія Борисенко, Марина Черняк, Станіслав Бондаренко, Олександр Моїсей і Владислав Терелешко. Мелітопольська команда майстрів. Флорбольний клуб «Скала» виграв Кубок України і, окрім головного трофею, гравцям присвоїли розряди майстрів спорту. Тепер це перша команда в усій країні, чиї флорболісти мають такий розряд. Розіграш Кубка України відбувся у Києві на майданчику Національного університету фізкультури і спорту, а за перемогу у ньому сперечалися 10 команд. Цей кубок флорболісти «Скали» привезли до Мелітополя. Для юнаків подібний трофей – справа майже звична. Мелітопольська команда – неодноразовий чемпіон України та володар кубка. Цього разу національний трофей вдалося привезти зі столиці. Кубок був открыт, приглашали всі команди з України і, в принципі, нічого нового не було. Встречалися наші старі соперники. Вперві ми зустрілися новою командою, це була команда «Вулкан» з Вінниці. Такий неудобний, як показався нам, соперник. Але я думаю, що трудності не було. У потрібному напрямку команда рухалася протягом всього турніру. Спершу малітопольські флорболісти не залишили каменя на камені від рівненського «Хоуп» 12-2. Потім була не менш яскрава перемога над господарями київської командою «Хаски» 6-1. Не збавили обороти малітопольці і в півфіналі, обігравши «Надію» з міста Коломиї 10-0. У українському флорболі почти не залишилося слабих команд. Після кожних туров, після кожних соревновань, кожна команда додає. І гра стає стає дуже важко, але, відповідно, і цікаво. У фінальному матчі нам, можна сказати, допомогла більше опит, тому що команда проти нас грава молода, амбіціозна, але опит взяв своє. У фіналі «Скала» зустрілася зі збірною командою Луцька та Рівного з епатажною назвою «Сава-Оф». Виграти крупно не вийшло, проте здобута волюва перемога з рахунком 3-2 принесла малітопольцям черговий трофей найвищого національного масштабу. Команда теж дуже боєва, дуже хороша, хлопці молодці. Насправді, ми не вважали, що вони так зіграють, тому що ми були фаворитами, тому що ми граємо вищої ліги, ми і чемпіони, і виграємо кубки, і турніри. Ребята зібралися і такий нам дали бой. Близькою до перемоги в Кубку України була і жіноча команда «Скали». Дівчата успішно прийшли до фіналу і вели після першого тайму у Новоявірського янтаря 2-1. Однак у другій половині суперниці наказали за марнотратство моментів і вирвали волюву перемогу 5-3. У жіночої команди «Скали» стрібло, а третє місце на кубкових змаганнях посіла ще одна малітопольська збірна Державного педагогічного університету. Таким чином в Мелітополь відправився повній комплект нагород національного флорбольного кубка – бронза, срібло та золото. Тепер команди з 10 січня розпочнуть підготовку до щорічного всеукраїнського турніру «Зимовий кубок скали», який відбується у Мелітополі 23 і 24 січня. Руслан Левицький, Артем Довжик, ТВ5. Збірна України з греко-римської боротьби провела навчально-тренувальні збори у Карпатах. Хлопці встигли не тільки набратися сил і відшліфувати свою фізичну форму, а й зняти новорічний відеоролик. У головних ролях – лідери національної дружини, в тому числі і титулований запоріжець Армен Варданян. Далі без коментарів. Всех с наступаючим Новим Годом! Всех фанатів велика римського стиля! Не казайте, що ви всі були здоровими і сильними! Желаю нових побег в новому году! Поздравляю! 2016 Желаю всім більшого збору до нового году! Нового года! Субтитрувальниця Оля Шор! Субтитрувальниця Оля Шор! Як бачимо, новорічний настрій охоплює всіх. Про те, хто із запорізьких спортсменів в дитинстві був зайчиком і хто сніжинкою, розкажемо завтра. До зустрічі на каналі ТВ5. Голь на видумки хитра. Причем це вираження кисається не тільки людей, але й животних. Находчивий котенок вже став звіздою сети. Домашний питомец вынужден носить защитний воротник по медицинским показаниям. Але він не відчаїлся і навіть знайшов полезне применення для этого. Аксессуара кот усеїлся поудобніє на раковину і, підставив воротник під відкритий кран, прийнявся пити воду. Просто какой-то кошачий Томас Эддисон. І це була последняя інформація о випуске. Напомінаю, все актуальні новини з городу і області іщіть на нашому сайті tv5.zp.ua. Якщо ви хочете поделиться з нами інформацією чи розказати про проблеми, пишіть главред at tv5.zp.ua. В студії роботи Олег Белышев. Увидимся! Дякую!